Всем привет! Вы на канале Мы из Эстонии. И сегодня мы попробуем воспользоваться правом бесплатного проезда через Нарский Транссервис. Транссервис это такая площадка ожидания, на которой вы стоите и ждете в свою очередь на границу. Но так как сегодня машин мало, мы попробуем через специальный аппарат самообслуживания зарегистрироваться и без оплаты пройти всю эту процедуру. В Нарской зоне ожидания имеется будка самообслуживания, в которой можно бесплатно зарегистрироваться и без оплаты проехать всю эту, весь наш Транссервис. Саня, Саня, пока. Пойдем, пойдем попробуем бесплатно зарегистрироваться. Находим специальную комнату. Здесь находится аппарат, лежат документы. В этом аппарате надо ввести данные вашего автомобиля. Ой, шатается. Как пишется, Андрей? Так. Так? Да. Данные эстонские. Эстонские, да. Перевез. Перевез. Вам не придется оплачивать свой взрыв, если транспортное средство не будет вызвано на границу до 1438 гг. Главное. Все. Итак, мы все заполнили. Теперь поедем к Табло. Перевез. 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 А, ну да. Точно, я и забыл, что я на другой машине. После того, как вы все заполнили, надо проехать на проходную, на выезд к шлагбауму, к Табло и посмотреть, когда высветится номер вашего автомобиля. Тогда нужно подойти к окошечку и продолжить оформление. Погода сегодня, а? Надо подождать, пока высветится номер вашего автомобиля. Вот, 060 ВБАЖ высветился наш номер автомобиля. Теперь надо пройти. Да, ну, что их снимать? Сейчас скажут, что нельзя. Спасибо. Все. До свидания. А билетик, наверное, не дают, после они писали бесплатно. Ну вот, вы после этого, как оформлялись в той пункте самообслуживания, вы подходите к другой пункте на выезде и оформляете. Ну да, ну, домик. Ну, домик. Подходите в этот домик и оформляете. И оформляете дальше все. И почему-то на вас экономят полностью, даже не дают никакого талончика. Ну все, поехали теперь на границу. Да, поехали. Все. Ну что, поехали на Петровскую теперь. Лада Седан! Баклажан! Лада Седан! Баклажан! Лобовуха в хлам, да сидит низко. Корпус по асфальту высекает искры копанных хвостей. Да, все-таки можно бесплатно пройти транссервис, не заплатив 5 евро. Если мало народу в очереди, вы можете спокойно зайти в будку гласности, ввести все данные вашего автомобиля. И все. И на этом вся регистрация заканчивается. Странно, что не выдается никакого талона. Просто жмешь, 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 жмешь и все. И выход на главную страницу. Никакого подтверждения, никакого надо было сделать им. Опа! Поздравляем вас! Вы прошли регистрацию. А теперь проедьте в следующий домик для дальнейшего оформления. А тут так стоишь и дурак, и непонятно. Прошел ты регистрацию, не прошел. А так бы сразу было понятно. Так, теперь нам надо найти место, куда поставить машину. Вот как у нас, как обычно, места нету. Сейчас сбоку поставлю. Так получилось, что я еще быстрее, чем поле, прибежал к этому месту, где надо проходить. А вот Эволю едет. Привет! Заезжаем на территорию таможни. Тут, к сожалению, дальше стоит знак, что снимать нельзя. Сейчас я буду выключать камеру. Ой. Подъезжаем к домику, где горит зеленая стрелочка. И на этом я прекращаю снимать, иначе будут ругаться. После проверки всех документов, нас выпускают из эстонской таможни на мост. О, на мосту никого нету. Сейчас сразу поедем. Сейчас еще будем стоять, заполнять декларации на российской стороне. Точно. Примятой, кстати, без квартала. Ой-ой-ой. Так, на мосту никого нету. Мы сразу. Все показать. Проезжаем границу. Да, наш Нарский замок. И российская, и Ивангородская крепость. Да, сейчас нас махнут, и мы подъедем. Я, наверное, снова перестану снимать. Потому что они тоже не любят, когда их снимают. Бери у них все. Нет ничего, да? Здравствуйте, мы вдвоем. Документы откройте. Сейчас. Это вот эти Оли. Вот мои. Это дедушка Андрей. Это дедушка Андрей. Сейчас. Сейчас. Маленькие бумажки вздем? Они, наверное, есть. Ну, а если нет, то будешь на пальцы отписать. А у вас есть маленькие, нет? Дайте нам парочку. Какая-то у нас небольшая. Взял. Итак, у нас проверили документы. О, вижу, нормально все. Проверили документы. Теперь мы едем на саму таможню. Давай записываем. Да. Нам дали вот такие бланки. Их надо заполнить. И после этого уже заезжать. А того же декларация. Ну, декларация. Гражданство. Какое гражданство у нас? В России. Эстония. Евро. Гражданство. Да. Евро точно. Сам он проверяет. 51. 0. Первое. 2017-го року. Годына. Что-то тебе батька не туда понесло. Не в ту степь. Я не знаю. Годына это что? Не знаю. Годына. О, а что это этих бусик отправили обратно на разворот? А, наверное, опять с сыром. Автобус, наверное, на российских номерах стоял в очереди. Его досмотрели и отправили. На разворот, на проверку он поехал, в общем-то. А это едет, наверное, это, как это, шоп-тур. Они, видимо, везут с собой. Люди набрали в Эстонии всякие продукты, сыры, там, масла, йогурты, шоколадки. Но так как в России в ВОЗ ограничены, сейчас их будут выгружать с этого микроавтобуса. И все будут ставить на весы и взвешивать. Если у кого-то будет превышение, будут разворачивать тогда весь автобус. Не леним ездить за едой, а? Ну, такова жизнь. Ладно, если бы так попутно ее взять, эту еду. Ну да, представляешь, да. Вот так, чтобы идти куда-то там по этим магазинам, потом еще стоять на таможне, туда постоишь, обратно, обратно еще с разгрузкой. Да, ну, провалить. В Финляндии же тоже люди ездят. Есть с Питера специальные автобусы едут, ну, микроавтобусы едут. Так называется шоп-тур в Финляндии. Они покупают там продукты питания, одежду, ну, все, что, товары всякие со скидками. И при выезде оформляют такс-фри и получают еще обратный налог, ну, как, возврат налога получают. Порядка 15% от суммы. Ну, поэтому выгодно ездить, и поэтому люди вот так вот экономят. Да. Все, я заполнил. Маленькие бумажки еще надо. Заполнил декорации. Я заполнил декорации на автомобиль. Теперь еще надо заполнить специальные маленькие бумажки. Мы как-то ехали через границу Печор, через, как у них там называется, Величкина гора. Какая-то горка там. Ну. Вот. И они поинтересовались, почему у нас, почему в наших российских паспортах нету печатей. То есть печати, сейчас я покажу, какие идут. На въезд и выезд. Вот такие вот печати, которые обычно ставятся на въезде и на выезде из государства. Я им объясняю, что у нас для местных жителей сделана интересная поблажка. Что если вы берете консульскую справку из консульства России, то вам тогда в паспорт не ставят печати, а ставят на специальные бумажки, которые, ну, просто вырезанные бумажки из обычных там документов, видимо, вот смотрите. Из обычных паспортов. Да, из обычных документов. Что цели содержания. Шрентгенская виза. Разнообразные, интересные. Разнообразные, интересные. Ну, они их, сами работники российской таможни, вырезают такие бумажки и раздают их водителям. Что здесь надо писать? Номер автомобиля сначала, да? Имя, фамилия. Так, пишем. Личный код, номер автомобиля. Вот, и вы заполняете эту бумажку, и вам тогда штампик ставят не в паспорт, а на эту бумажку. Я им начал, я начал рассказывать на границе, на той, на печорской границе пограничникам. Они на меня смотрят, как на дурака. А после того, как я им показал консульскую справку, они у меня спрашивают, они меня спрашивают, а кем вы работаете в посольстве? В консульстве. Да, в консульстве. После этого я решил уже им ничего не объяснять. Понимаю, что люди нифига не понимают. У них другой просто проезд по-другому. Ну, они нас, наверное, проверяли целый час, поэтому... Как так? Мы ездим постоянно через границу, аж этих штампов у нас нету. Так. Так. Вот такие вот бумажки. Заполняете. Просто от руки. Заполнил вторую бумажку тоже. Так, теперь эти бумажки надо... Так, это у нас чистое. Теперь эти бумажки надо вложить в паспорта. Так, вкладываем в паспорта. Да. И когда вы будете предъявлять пограничникам свой паспорт, работник границы... Все российские машины сейчас, которые стояли здесь, вот большая, их всех отправили на проверку туда. Короче, работник границы российской уже поставит штемпель не в паспорт, а в эту вот бумажку. Бумажку. И вы ее сдадите на выезде на шлагбауме. Вас будут проверять документы заново. Смотреть, кому не изделили вы случайно работника или не везете кого-нибудь еще. Да, в багажнике. Где у нас страховка? И заберет у вас эту бумажку. Ну что там? Слеботечек, где дальше ворона? А ворона сегодня нету. Ворона не стала сегодня проверять документы. Или она в отпуск улетела в теплые края. Но ее сегодня... Может, она на выезде сегодня работает? Не знаю. После того, как нам подписали декларацию, Нас еще попросили нашу машину сфотографировать. Открывали все двери. И работник таможни фотографировал. И видимо... Потому что фотографируют только бусики. Видимо, да. Чтобы потом эти фотографии приложить к документам, что автобус был пустой. Эти штучки надо. Здравствуйте. Да, талон. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так. В смысле, она поздоровалась, когда уходила? Наверное. Вот. Теперь все. Теперь после того, как у нас забрали... А что, у нас буксует? После того, как у нас забрали талончики... Оно не может кончаться. Оно не может кончаться. После того, как у нас забрали талончики... Еще раз проверили на выезде машину... Нас уже выпустили. Вот. Мы уже в Вангороде. Аккуратно. Сейчас, наверное, скользко везде. Да здесь какая скользко? Посмотри. А, болито все, да? Здесь не болито. Здесь у них камушки. Ну что, делаем вывод. Все-таки проехать зону ожидания... То бишь, Нарский Транссервис бесплатно... Это реально. Не заплатив ни цента. Так что, если вы собираетесь поездку в Россию, в Вангород... Не спешите дома заранее бронировать бронь. Регистрировать. Платить за это деньги. Вы просто заходите на сайт Транссервиса. Вестипир.е И смотрите длину очереди. Если очередь менее 1 часа, то у вас есть большая вероятность проехать Транссервис бесплатно. Ну, все, наверное, да? На этом мы заканчиваем наше видео. Всем пока. Удачи. Ставим пальцы вверх. Кто не подписан, подписываемся на канал. С вами были мы из Эстонии. Которые теперь в Ивангороде. О, как. Санта. Подписывайтесь на наш канал, да. Вот так, правильно. Правильно. Да. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Удачи на дорогах. Привет, ворона. Привет. Привет. Привет, ворона. Расскажи, как ты живешь. А? Она боится собаку. Да, конечно. На собаку садиться она не боится. Ну, куда ты? На машину-то? Смотри, какая. Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня Выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Сколько в звездном небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова